Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом online-gdz.net номер 218. Выразите время в часах и, если возможно, запишите ответ в виде десятичной дроби. Аналогичное задание мы делали номер 217. Будем поступать таким же образом. Итак, А. 1 час 12 минут. 1 минута это 1 шестидесятая часа. 1 час, то есть 1 целая, и еще 12 минут, то есть 12 шестидесятых часа. Можно сократить дробную часть. Получаем 1 целая, можно сократить на 6, 2 десятых часа. И записываем в виде десятичной дроби. Это 1 целая, 2 десятых. Б. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. И опять. 2 часа это 2 целых, а 30 минут это 30 шестидесятых часом. Сокращаем на 30, получаем 2 целых, 1 вторая часа. Можно представить в виде десятичной дроби. Домножаем на 5, будет 2 целых, 5 десятых часа. И записываем в виде десятичной дроби. 2 целых, 5 десятых часа. В. 10 часов 45 минут. Это 10 целых. И 45 минут в виде часов это 45 шестидесятых часа. Сокращаем на 15, получаем 10 целых, 3 четвертых часа. Можно представить в виде десятичной дроби. Домножаем на 25, получаем 10 целых, 75 сотых часа. И записываем в виде десятичной дроби. 10 целых, 75 сотых. Г. 1 час 40 минут. Это 1 целая и 40 шестидесятых часа. Сокращаем на 20, получаем 1 целую, 2 третьих часа. Представить в виде десятичной дроби нельзя, так как знаменатель 3 содержит множитель отлично от 2 и 5. То есть множитель 3. 3 делится на 3. Д. 3 часа 50 минут. Это 3 целых. И 50 шестидесятых часом. Можно сократить. На 10. Получаем 3 целых, 5 шестых часа. Представить в виде десятичной дроби нельзя, так как знаменатель 6 содержит множитель 3. 3 отлично от 2 и 5. И последний Е. 2 часа 48 минут. Это 2 целых. 48 шестидесятых часом. Сокращаем. Можно сократить на 12. Получаем 2 целых. 4 пятых часа. Можно представить в виде десятичной дроби. Домножаем на 2. Получаем 2 целых. 8 десятых часа. И записываем в виде десятичной дроби. 2 целых. 8 десятых. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео. До встречи. Удачи. Удачи. Продолжение следует...